Бойцы невидимого фронта Но это так, образность для красоты Бас-гитариста, который существует Такое британское общество любителей рока Признавала лучшим бас-гитаристом 17 раз Не подряд, но 17 раз Удивительный случай Что ждем такого в этом бас-гитаристе Джонни Джоуити Джон Джоуитт Признаюсь, сам был потрясен этим фактом Это, наверное, достойно внесения в Книгу рекордов Гиннеса Именно в период с 93 по 98 годы И с 2002 по 2011 Потом Джон сам смеясь Как-то сказал, что надо учредить Другую, наверное, премию имени Джона Джоуита Потому что это вообще какой-то нонсенс Как по нам так тошно Неужели было, не было более достойных бас-гитаристов Но Изучив его творчество Маломайски Определившись с вехами его биографии Понимая, что, наверное, где-то Британское общество любителей рока Правильник Тем не менее Прославился он, прежде всего Как участник, наверное, трех самых знаковых Групп неопрогрессивного рока британских Это IQ Джейдис и Арена Начинал он в команде под названием Марк Но тут надо определиться, что такое Вообще неопрогрессив Потому что, вы знаете Критики со своей терминологией Конечно, могут запутать ситуацию Очень и очень сложно Так вот, неопрогрессив Это всего лишь навсего Модернизированная форма прогрессивного рока Модернизированная в каком плане? Злые языки говорят, что это просто Переигранные в той или иной последовательности Композиции титанов прогрессива Такие как Genesis К примеру И для того, чтобы как-то выпендриться Назвали это неопрогрессив Вот ярчайший пример из неопрогрессивных групп Представленных на нашем канале Это наша одна из любимых вообще команд Мориллион Мы и не рассказывали Многие считают это клоном Genesis Ну, это ваше личное право В любом случае Джон Джоуи типичный самолучка Папа у него был инженером Отец собирал коллекцию пластинок У него был в основном джаз И маленький Джон слушал джаз фактически с детства Появился у него кумир в лице Луи Армстронга Это сказалось и в дальнейшем Все, говорит, мое музыкальное образование заключалось в том, что я учился в начальной школе играть на трубе Даже своего первого сына назвал Луи В честь Луи Армстронга Такое лечение Плюс классическая музыка Конечно, никогда не осталось равнодушным Но в школе все поклонялись Либо Пинфлойду любили Либо Джейнезис Либо Ес Это всегда определился для себя Раз и навсегда Ес И до сих пор Ес У меня любимая команда Особенно пластинка Купленная первый раз Это Рилейрок И этот львом Да, прекрасный вкус У Джона Джоуида И как-то, вы знаете И сформировалось у него Приоритеты на бас-гитаре Конечно, это моталновские бас-гитаристы Записывающиеся на студии Мотал Детройте Афроамериканцев в основном Ну, а и, конечно, Крис Фуайр Ес Любимый с Гейди Ли Из Раш И Жака Пастолью Куда же без него Кстати, о всех трех этих Трех этих бас-гитаристах Мы на нашем канале рассказывали Но, тем не менее Проявились у него способности Открылись большущие таланты Заметили он Благо, групп В конце 70-х Начале 80-х годов В Англии было Великое множество В том числе и на волне Панка и новой волны И, как говорится Было где приложиться Стартовала в команде Арк Потом его заметили Попал в IQ И понеслось, конечно Арена Джейлис Притом участие было Иногда достаточно случайное Сам он очень И очень ценит Свою работу В коллег-команде Арена Альбом Рекомендует В IQ 7th house Ну, мы вам скажем так Что Любая пластинка Где принимал участие Джон Джоуэд А он очень занят Коллектива Много Конечно Это подарок Для любителей Неопрогрессива И вы знаете Очень интересного Как-то Когда Не то Чтобы проводить Некоторые анкетирования В плане вопрос-ответ Как-то ему Мечты Из каких Рокеров Состоял Ну, вот Его Выбор Очень интересный Говорит о многом Конечно Говорит На С кем бы Поиграл На барабанах Естественно Джон Боннер Плавишник Кевин Мур Очень Тоже Интересный Выбор Вокал Джанис Джокин Интересней Чем Такой Подход Ну, и Гитарист Тревор Рэбин Здесь Вот такая Вот Команда Мечты И я С удовольствием Играл На басу Поэтому Четкой Грани Вот здесь Опять же Возвращаясь Вопрос Прогрессивнее Прогрессив Не существует Да Как-то читал Попадались Версии о том Что у него Прогрессив Это Упрощенная Форма Прогрессива С добавлением Элементов Новой волны Иногда Даже Панка Другой Стилистики Да Называйте Как угодно Даже С сегодняшнего Ролика Понятно У кого Одного Из ведущих Музыкантов Неапогрессивы Откуда Мунги растут Поэтому Слушайте Хорошую Музыку Спасибо За просмотр Будьте Музыкантов 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 Музыкантов